Добрый ут, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Сегодня, как вы наверняка уже могли ознакомиться с содержанием экономического календаря на повестке у нас вроде бы как низколиквидная торговая сессия, страстная пятница. В пользу, в случае, хочу поздравить всех с этим днем. Впереди Пасха. Начало следующей недели также будет праздничным, что, в принципе, при нормальных условиях позволило бы нам говорить о том, что на рынке будут отсутствовать определенные игроки, капиталы, и, соответственно, нам не стоит рассчитывать на какую-то интересную динамику. Но говорить сейчас этого не очень хочется, потому что я понимаю, что рынок не совсем обычен сейчас. И на самом деле в таком состоянии он находится уже очень давно. В целом, вся неделя у нас выдалась довольно насыщенной на форс-мажорные факторы и обстоятельства. И вот до сих пор многие трейдеры, не только рынка Форекс, но и фондовики, не могут отойти, а, собственно, как от факта эскалации геополитической напряженности вокруг Северной Кореи и Сирии, так и от вот этих бомбовых комментариев в Wall Street Journal, собственно, Трампа о том, что доллар крайне обладает высоким курсом, и то, что лично он будет лоббировать идею более низких процентных ставок, потому что считает, что они на текущем этапе гораздо выгоднее для экономики. Кто-то уличил уже Трампа в, скажем, двуличности, в какой-то кулуарной игре, кто-то считает его шизофреником, потому что в целом мы видим, как сильно разнятся то, что он говорил во время своей предвыборной кампании, то, что он говорил в тот момент, когда прошла инаугурация, то, что было обещано в первые сто дней его президентства. Это все раньше вдохновляло, опять же, покупателя американца. Сейчас мы, по сути, уже в апреле месяце скоро истекают вот эти сто дней его серьезных реформ, когда он должен был заявить о своей крайне деятельной натуре и, собственно, оправдать ожидания той части электората, которые искренне надеялись, что Трамп улучшит ситуацию в экономике, снизит налоги, дерегулирует ряд прослей и увеличит бюджетные траты. Пока трейдерам, которые все-таки искренне верят в американца, честно говоря, я отношусь к таким, нам приходится придерживаться в ожидательной позиции. Безусловно, вот эти три законодательные инициативы, которые я назвал, это основа, основа всех основ для фундаменталистов в определении тех трендов, которые могут еще разворачиваться на рынке. Я надеюсь, что рано или поздно мы сможем сфокусироваться на этих событиях. Очень надеюсь, что произойдет это уже после апреля месяца, потому что нам еще в конце этого месяца нужно пережить выборы во Франции. И уже когда мы переступим черту, то есть перейдем в мае, будем готовиться к заседанию американского регулятора, полагаю то, что количество союзников, опять же, сторонников идеи роста доллара, хотя бы в контексте, опять же, ожидания того, что ФРС будет получать процентные ставки, их будет больше. Тем более, что американский регулятор в лице Джанет Йеллен, который явно не пользуется поддержкой на Трампа, вот, собственно, если возвращаться к последним комментариям Дональда, он отметил то, что не, собственно, не позволит, либо не хочет, не будет поддерживать идею, как бы по лояльней, по мягче сказать, чтобы Джанет Йеллен, собственно, продолжил оставаться председателем американского регулятора после того, как официально вот истекут ее полномочия. Произойдет это еще не совсем скоро. Пока что Джанет Йеллен полноправный председатель американского регулятора, поэтому решение лоббирует она. Она отвечает за монетарную политику, и, судя по всему, ФРС будет оставаться таким автономным, независимым регулятором, по крайней мере, от воли Трампа. В данном случае, если это так, нам придется все-таки признать тот факт, что у рынка есть условия, есть возможности, чтобы переориентироваться на фундамент. И я надеюсь, что уже в мае, друзья, если не раньше, мы с вами вернемся к американцу и будем рассматривать его с точки зрения покупок. Ну, немножко я отвлекся вначале. Давайте все-таки не будем нарушать нашего традиционного сценария, потому что знаю, что многие трейдеры, опять же, уделяют время в ходе просмотра брифинга определенному участку, потому что знают, что в этот момент означается и обрисовываться перспективой того актива, который их интересует. Начнем мы, как и всегда, с рынка нефти. Класс вчерашнего дня 55-60 на том же самом уровне, друзья, собственно, на котором мы закончили торговую сессию среды. Сегодня, как вы знаете, торги не проводятся, поэтому нам придется подождать вам уже следующую неделю. Ну, давайте просто резюмируем. Как мы завершаем, завершили уже эту короткую торговую неделю, с каким фундаментом переходим через выходные и с каким новостным таким вооружением готовимся уже к следующей пятидневке. Я хочу снова обратить ваше внимание то, что в среду мы, наконец-таки, увидели разворот, ну, пусть он еще и не многообещающий и не имеет пока что подтвержденных предпосылок того, что это не просто коррекция, а, скажем, в рамках нескольких дней, а полноценный разворот, который сможет завести бренд уже снова в район 50 долларов за баррель. Но я хочу, чтобы вы были в курсе того новостного фона, который сейчас сложился. Мы, собственно, в среду с вами наблюдали снижение котировок нефти. Почему? Потому что трейдеры высмотрели, опять же, большую угрозу в том, что стремительными темпами набирают обороты, производства и факты вот самого проявления, сама нефтедобыча в Соединенных Штатах Америки. И вот этот негатив, он, судя, опять же, по динамике, если делать выводы, явно оказался сильнее того оптимизма, который присутствует в соответствии с ожиданиями продления действия о соглашении по снижению добычи, позитивного фона, связанного с оповышенным спросом на топливо, исходя из сезонности позитивного фона, также связанного с ростом загрузки нефтеперерабатывающих заводов. То есть, как раз третий момент выстекает из второго. В то же время трейдеры проигнорировали статистику по запасам, несмотря на то, что Управление энергетической информации сообщило о том, что запасы за прошлую неделю в США снизились. Это произошло только второй раз за этот год. То есть, после трех недель увеличения запасов мы стали свидетелями незначительного оснижения. При этом, в целом, запасы находятся по-прежнему на рекордных показателях. Параллельно с данными по запасам вышел еще отчет по объемам добычи нефти. Мы на него сейчас должны обращать еще больше внимания, потому что он не подвержен какому-то сезонному факту. Но, напротив, отражает, опять же, действительность по реальным показателям производства. Только за неделю, вдумайтесь, цифры объема добычи выросли на 36 тысяч баррелей в сутки, до 9-23 миллионов в день. Это по производству в целом в рамках США. На основании этого, предвосхищая то, что рост добычи сохранится, мы помним то, что администрация энергетической информации США повысила прогноз по добыче до конца этого года, и прогноз на 18-е с возможностью ухода общего показателя добычи и достижения даже 10 миллионов баррелей. И я отметил вам то, что эти цифры будут пересматриваться, потому что еще месяц назад, опять же, исходя из отчета этого ведомства, следовало то, что в лучшем случае в 2018 году мы увидим бланку в 9,72 миллиона баррелей. Сейчас прогноз увеличен уже на 200 тысяч. ОПЕК также считает то, что до конца этого года объемы добычи США вырастут еще на 200 тысяч баррелей в сутки. Вчера еще вышел отчет Бейкер-Хьюз. Но понятно, что сегодня, в том числе и статисты, отдыхают, поэтому статистика немножечко назад поехала по публикации. Поздним вечером по факту рост количества внецных терминалов с 672 штук до 683. Снова плюс 11. Это уже 13-я неделя роста подряд. Соответственно, в следующей уже неделе мы с вами готовимся как минимум к приросту по добыче еще на 10-15 тысяч баррелей в сутки. И надеюсь, что эта статистика будет все-таки ее сплачивать. Медведей, которые долгосрочно осознают перспективы снижения нефти, но вот как косочно сейчас крайне трудно бороться с тем капиталом, который толкает, опять же, этот рынок вверх. Логика, фундамент, я уверен, что даже и техника может по отдельным показателям сигнализировать, что сейчас актив в состоянии перекупленности. Но все равно котировки держатся на очень высоких значениях. Как и всегда, остается только верить, что текущие уровни – это предельные значения, и стоит больше рассчитывать на потенциал снижения котировок. Цель, как и раньше, друзья, остается 53-52 доллара за баррель, чтобы мы смогли шагнуть дальше в район 50. Рубль 56.21 доллар канадец, чтобы, давайте, далеко не отходить от нефти, показывает очень интересную динамику. В частности, я допускаю то, что и сегодня пара доллар-канадец будет весьма волатильной. Мы видели, как под конец вчерашней торговой сессии рынок снова развернулся в направлении тех трендов, которые мы с вами хотим наблюдать и на которых планируем заработать. Это тренды, которые предполагают рост американца и слабость рисковых активов, в том числе и слабость сырьевых инструментов, таких как канадец. И хорошо, что мы смогли отойти от вот этих минимальных уровней, которые вот лично мне во вторник очень сильно испортили настроение во вторник и среду. Хорошо то, что вот в преддверии, опять же, выходных настроение немножко выпрыглось, поскольку те свечи, которые были оформлены по валютным парам вчера, по дневкам, они, опять же, с точки зрения техники, могут быть сигналами полноценного разворота. Вот доллар канадец. Почему мы увидели, как трейдеры снова начали выходить из расположения канадца? Ну, во-первых, мы наблюдали, как интерес к американцу снова появился, доллар чуть выправился. Это, правда, еще ничего не значит, но все равно после тех потерь, которые унес, хоть что-то сейчас. По канадцу у нас в центре внимания было выступление председателя канадского регулятора Полоза. До этого, помню, днем ранее, напоминаю, у нас была оставка, 0,5% ее оставили на прежнем уровне. Мы обратили больше внимания на супроводительные заявления, на пресс-конференцию, в ходе которой канадский регулятор дал понять то, что восстановление хоть и присутствует, может быть, оно действительно очевидно, но оно держится на очень нестабильных факторах. То есть нет четкой уверенности в том, что вот эти факторы будут оказывать поддерживающую, выполнять поддерживающую роль для канадской экономики дальше. Это комментарии со стороны, собственно, руководителя Банка Канады Полоза. Также было отмечено сохранение тренда снижения инфляции. Также был обозначен серьезный риск протекционизма, связанного с неопределенностью, новоиспеченной президентской администрации США и лично Дональда Трампа. Поэтому я вам еще днем ранее говорил то, что вот на самом деле в риторике можно поискать больше негатива и угрозы для будущих перспектив канадцев. Я надеюсь то, что вы прислушались к моим словам и надеюсь то, что, как и я, вы продаете канадца против доллара. Также полагаю, что в ближайшее время, чтобы мы с вами смогли оказаться снова выше, сопротивление 1.34. Такими темпами, как ходит за один день опара USDCAD, думаю, что мы можем претендовать на тестирование этой планки чуть ли уже не на следующей неделе. Мы сможем, собственно, достигнуть еще при условии потенциального снижения цен на нефть. Вчера по конференции Полоза, собственно, сказать, добавить нечего, потому что была повторена риторика, обозначенная им еще днем ранее. И, как я уже отметил, больше я вижу в этом угрозы для канадского доллара. Доллар иена. Было очень много отчетов вчера, которые, возможно, и оказали вот эту функцию поддержки. Лично ему. У нас заявки на пособие по безработице 234.235. Это 110-я неделя подряд пребывания показателя ниже 300 тысяч. И самый лучший тренд, как вы помните, с 1970 года. Возможно, даже с начала вообще накопления статистики. Мичиганский индекс доверия потребителей. 98. Рост снова 96.9. И, может быть, еще более важный отчет. Это индекс цен производителей. Мы увидели прирост в этом выражении до 2.3, с 2.2. Если вы забыли, что значит этот индикатор, это, по сути, предвестник, сигнализирующий о том, что будет с инфляцией. Сегодня у нас, кстати, на повестке 15.3 статистика по розничным продажам и индексу потребительских цен США. Если руководствоваться последней, опять же, цифрой от индекса цен производителей, мы можем отчитывать на то, что инфляция вырастет. Да и в целом у нас уже более четкие понимания, подкрепленные еще представителями ФРС, то, что индекс потребительских цен и инфляция находятся в состоянии растущего, уверенного тренда. Об этом, собственно, говорила в начале недели еще Джанет Йеллен, которая подтвердила приверженности ФРС о политике более высоких процентных ставок, отметив то, что рост инфляции стабилен. В связи с этим, на что мы можем надеяться сегодня? Мы можем отчитывать на то, что рост инфляции сохранится, а рост инфляции может поддержать уверенность нас, как трейдеров, в том, что ФРС уже в июне снова поднимет процентную ставку. Если это так, то у американца сегодня есть хорошая предпосылка, чтобы завершить неделю выше текущих значений. Будет ли на самом деле та динамика, на которую я сейчас ставлю, увидим ли мы ее, зависит от того, смогут ли трейдеры под конец недели немножечко убрать на второй план риски геополитического толка, связанные с инцидентами, опять же, вокруг Северной Кореи и Сирии, в которой завязаны и Соединенные Штаты Америки, и отчасти Россия. Если да, то реакция на статистику должна быть логичной, потому что и по роничным продажам я сегодня жду хорошую цифру. Соответственно, если американец найдет в этом достаточно позитива, чтобы вырасти, вместо текущих котировок 109.17, мы сможем претендовать на движение в район 110. Но параллельно, не забывайте то, что рынок все-таки низко ликвидный, возможно, реакция будет сдержанной. Но, с другой стороны, вчерашний день еще раз напомнило, что трейдеры уже начинают фиксировать результат коротких позиций по американцу, тех, кто смог заработать на том снижении, которое было показано. И, учитывая эффект пятницы, эта коррекция может, точнее, фиксация этого результата может обрадоваться, что потенциально является еще одним фактором для того, чтобы пара пошла вверх. Золото переписало пятимесячный максимум. Опять же, почему? Потому что реагирует на риски, которые были обозначены по геополитике, на эскалацию напряженности. Также на слабый доллар, ну, в принципе, на золотой актив, но не мог среагировать после таких удивительных высказываний Трампа по поводу сильного доллара, ну и так далее. Я в начале брифинга об этом говорил. Фонд против американца тоже пока развернулся, идет в том направлении, которое нам нужно, то есть снижение. Про потенциал коррекции этого актива мы с вами говорили очень много, статистику, не буду сейчас возвращаться к ней, просто инфляция, рынок труда, переговоры довольно-таки сложные по поводу Брекзита. Это, скажем, картина фундаментальной национального характера, и противостоять ей можно, но только в том случае, если американец-конкурент фунта находится под вот таким прессом фундамента, который всем известен. И как только вот это экстремальное давление сойдет на нет, как только трейдеры начнут переводить капиталы в те инструменты, которые могут принести больше дохода, это не защитные, это не облигации, это не иена, тогда картина снова выпрямится, и трейдеры, которые спекулируют фунтом, вернутся к фундаменту. А там поддержки искать ни в коем случае не нужно. Поэтому по фунту также сохраняем короткую позицию и ждем, собственно, оснижения вниз с текущих котировок 1.25 примерно, может быть, плюс-минус несколько пунктов с целью коррекции до отметки 1.22-1.23. Европейская валюта вчера вслед за прочими рисками активами снижалась. На следующей неделе у нас данные по инфляции. Очень интересно будет посмотреть сейчас, что происходит с потребительской активностью, исходя из этого значения. Значительные изменения произошли на рынке энергоисурсов. Я допускаю то, что они могли оказать влияние на этот показатель. Соответственно, рассчитываю то, что инфляция немножечко снизится. И прежде всего рассчитываю на то, что просядет базовый показатель. То есть у нас на следующей неделе есть возможность снова акцентировать внимание на тех комментариях, которые были сделаны драги, о том, что мягкая экономическая политика будет продолжена, как минимум, еще в перспективе всего 2017 года. Без каких-либо пересмотров и программы количественного смущения, и, собственно, ключевых процентных ставок. Австралийц против доллара 0.7568. Локальную поддержку вчера австралийц получил из-за довольно неплохого отчета по рынку труда. Но здесь форсировать события не нужно, и уж точно рынок труда – это не тот фактор, на котором можно расти в течение нескольких дней. Австралийц, как мы уже говорили, является по-прежнему перекупленным инструментом. И, вспоминая комментарии Филиппа Лоуэ, который возглавляет Резервный банк Австралии, мы помним то, что сама австралийская экономика нуждается в более слабой валюте. Если и не доллар, а тащить, собственно, этот актив ниже, то, по крайней мере, новые вербальные интервенции со стороны руководства Резервного банка Австралий. Новозеландец против доллара 0.6986, мы ждем, как и раньше, 0.68. Доллар-франк сейчас катится на отметке 1.0053, долго я не касался, собственно, этой валютной пары. Это было связано с тем, что она, в принципе, не была интересна ни для кого, ни для какосрочных трейдеров, ни для долгосрочных инвесторов. Почему? Потому что, казалось бы, были хорошие условия поиграть на снижение этой валютной пары, потому что доллар слабел. Но мы видели, как пара, даже с учетом серьезной слабости американцев, держалась выше паритетного значения. Это говорит о том, что Национальный банк Швейцарии, как и обещал, не пускал в распоряжение собственных активов капитала, которые ищут защиты. Как он это делает? Сохраняет крайне низкие процентные ставки и регулярно проводит валютные интервенции. Поэтому паритетное значение держится. Мы можем смело говорить, что по мере приближения к нему можно даже откупать от этого локального и, казалось бы, уже нащупанного дна, с учетом тех действий, которые предпринимаются регулятором, и ставить снова на возвращение пары в район 1.01 либо 1.02, то есть потенциал профита около 100-150 пунктов. И S&P 2327 пунктов на текущий момент. Картина в целом не меняется. Рынок ждет новых результатов квартальных отчетностей, ждет, что они будут довольно неплохие, что в целом поддержит капитализацию рынка. И надеются то, что по истечению апреля, после того, как с рынка сойдут эти форс-мажорные факторы, снова можно будет вернуться к законодательной инициативе Трампа по поводу налогового стимулирования. Вот это основная движущая сила для американской фонды. На следующей неделе мы снова вернемся к этим идеям. Ну, надеюсь, то, что котировки уже будут выше. Сегодня, как вы помните, торги не проводятся по американскому рынку. Друзья, на этом все. Осталось только пожелать вам хороших выходных. Советую провести их как можно более продуктивно. собраться с, опять же, настроем, силами, подготовиться к следующей неделе, которая еще ближе сделает нас к первому туру голосования во Франции, то есть к рискам для евро. Будем пытаться держать руку на пульсе, отслеживать все самые интересные события и, разумеется, отторговывать их. Ну, я, как всегда, обязуюсь снабжать вас сам актуальной информацией, что, собственно, делаю вот уже на протяжении четырех лет. Поэтому хорошие вам заключительные торговые сессии. Не нужно, скажем, терять бительность сегодня, даже несмотря на, казалось бы, низколиквидную торговую сессию и праздник. Волатильность может быть значительной, тем более, что на повестке два очень важных релиза по роничным продажам и инфляции. Напоминаю, что эта статистика будет опубликована в одно и то же время в 15.30 по Москве. Контролируйте риски. Если есть вопросы, канал на YouTube. Не забывайте ставить и ваши лайки, большие пальцы, которые являются самым главным мотивирующим фактором. До понедельника. Всего доброго. До свидания.